Всем доброго времени суток. В этом ролике хочу поблагодарить Сергея Шайотова, который нашел интересные документы, подтверждающие, что трансферты за капремонт существуют. То есть вот он пишет, здравия Игорь, вот нашел инфу, подтверждающие трансферты по капремонту. Согласно определению Верховного Суда РФ, номер такой-то. То есть если кто хочет, пожалуйста, может найти вот это определение суда. Ну и здесь, естественно, письмо Гостроя и Минфина. Все это я зачитывать не буду, а сразу давайте перейду к документам. Так, получается, первое. Письмо Гостроя РФ от 3.11.2003 о порядке и источниках финансирования капитального ремонта государственного и муниципального жилищного фонда в 2003 году. В соответствии с поступающими запросами о порядке и источниках финансирования капитального ремонта Государственного и муниципального жилищного фонда в 2003 году Гостроя России сообщает. Статью 15 федерального об изменениях, ну и так далее. Здесь не предусматривается взимание платы, смотрите, не предусматривается взимание платы за капитальный ремонт жилищного фонда с граждан, проживающих в жилых помещениях в государственных и муниципальных жилищном фонде по договорам социального найма и найма. Возможность использования платежей взимаемых с граждан за содержание ремонта жилья на проведение капитального ремонта и исключается ввиду их целевого использования на содержание и проведение текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов. Вместе с тем, в соответствии со статьями 17 и 18 федерального завода, ой, завода, прошу прощения, федерального закона о товариществах собственников жилья, цена на оплату жилья устанавливается домовладельцами и предусматривает возмещение издержек на обслуживание текущий и профилактический ремонт, а также на возмещение издержек на капитальный ремонт общего имущества. Данное положение распространяется на всех собственников, в скобочках, физические и юридические лица, в том числе и на собственников жилых помещений, в лице органов местного самоуправления, о чем уже неоднократно я тоже делал ролики, кто является собственником квартир. То есть у вас, ребята, у всех право на собственность, а собственниками являются именно местное самоуправление, администрации. За граждан, наниматели жилых помещений в Государственном муниципальном жилом фонде расходы по проведению капитального ремонта жилищного фонда должен нести собственник-орган местного самоуправления, то бишь субъект Российской Федерации и другие собственники Государственного жилищного фонда. Средства на эти цели предусмотрены в соответствии с идеальными стандартами на 2004 год, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 25.08.2003 номер 522. То есть в 2003 году это постановление правительства было 522, а в 2016 году 97-е, именно то, о котором мы уже, сколько там, 3-й, 4-й, 3-й год, по-моему, да, всем рассказываем, что по 97-му постановлению каждый квадратный метр жилой площади, в том числе и коммунальные услуги, оплачены из федерального бюджета. Вот, пожалуйста, вам прямое доказательство того, что, давайте дальше зачитаю, в составе финансовой помощи, оказываемой субъектом Российской Федерации из федерального бюджета за счет средств финансовой поддержки регионов, учитывающих расходы на капитальный ремонт жилищного фонда в полном объеме в соответствии с федеральным стандартом стоимости капитального ремонта жилищного фонда на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц. Смотрим, совместное циркулярное письмо Минфина России и Госстроя России, и вот номера здесь. Учитывая, что в соответствии со статьей 15 федерального закона номер 52 ФСЗ, пересмотр и изменение цен, в том числе на снижение и ремонт жилья, может осуществляться не чаще одного раза в год, одновременно с применением местных бюджетов и только на основании результатов независимой экспертизы. И то, что федеральный закон номер 52 ФСЗ был введен в действии в мае 2003 года, когда тарифы на оплату жилья уже были сформированы и включали плату за капитальный ремонт, считаем целесообразным не менять структуру тарифов до 2004 года. Ну, это старое письмо, но в любом случае оно абсолютно актуально именно ко всем постановлениям правительства по трансфертам. То же самое, что 97-е постановление, раньше было 522-е. Я уже также объяснял, что каждый год они выпускают новое постановление, которым они отменяют предыдущие, но уже после распределения бюджетных денег. Давайте второй документ посмотрим. У нас также Светлана Владимировна Комарова ведет переписку с казначейством, где у нас также были получены ответы, что деньги выделены в полном объеме, а там миллиарды. Также ответы у нас получены по поводу того, что в регионах деньги использованы в полном объеме. Но когда дошел разговор по поводу того, куда же и как эти деньги были израсходованы, нам ответили, а это уже секретная информация. Естественно, этот вопрос мы подняли нашим профсоюзам, Союз СССР, на международном уровне. Светлана Владимировна Комарова в Международной организации труда через МБТ, точнее не через МБТ Москвы, а напрямую в Женеву. Этот вопрос у нас поднят сейчас там. И, естественно, это не так быстро все решается, процессы все эти идут. И по публичному договору, который заключен у нас с гарантом Конституции, о том, что каждый участник профсоюза у нас имеет право пользоваться всеми жизнеобеспечивающими ресурсами, безоплатно, согласно Конституции. И то, что Российская Федерация нарушает права наших участников профсоюза, естественно, также у нас запрос требования ушло в МОТООН. В ноябре, по-моему, как раз будет рассматриваться этот вопрос по нарушению прав наших участников профсоюза, по публичному договору. Как бы кто ничто не говорил про этот публичный договор, а он действует, работает, и мы его защищаем сейчас на международном уровне. Ну, это такая коротенькая вставочка от нашего профсоюза. Далее я хочу здесь еще вот прочитать. Именно Министерство финансов Российской Федерации, Государственный комитет по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, расходах на капитальный ремонт жилищного фонда. Смотрим. Федеральным законом от 6 мая 2003 года, номер 52 ФЗ, внесение изменений и дополнений в закон Российской Федерации об основах федеральной жилищной политики и другие законодательные акты в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг, затраты на капитальный ремонт жилищного фонда в структуре платежей граждан, не предусмотренный йоперный театр. Это как так? Оплата жилья включает в себя внесение платы за содержание жилья и платы за текущий ремонт жилья, а для нанимателей жилого помещения – платы за наем жилого помещения. При определении размеров финансовой помощи, оказываемой субъектом Российской Федерации, из федерального бюджета за счет фонда финансовой поддержки регионов, в составе нормативных расходов бюджетов Российской Федерации, учитываются расходы на капитальный ремонт жилищного фонда в полном объеме в соответствии с федеральным стандартом стоимости капитального ремонта жилищного фонда на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц. Согласно постановлению номер 3 к постановлению правительства Российской Федерации от 25 августа 2003 года номер 522 о федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на 2004 год. Указанный стандарт рассчитан исходя из затрат, необходимых для осуществления капитального ремонта общего имущества жилых зданий с учетом их капитальности, установленной периодичности ремонта и его стоимости, определяемой в установленном порядке. Друзья, ну вот такие вот документики интересные. Огромная благодарность Сергею Шойтову. Также хочу обратиться ко всем подписчикам, кому документы и мои ролики приносят пользу. Вы пользуетесь им. У меня огромная просьба немножечко поддержать меня финансово, так как планирую в ближайшее время запускать прямые эфиры с подписчиками. А у меня глюкнул телефон и нет никакой нормальной камеры. Более месяца уже даже не могу зайти в WhatsApp, люди пишут. Но нет такой возможности, действительно. И всем я отвечать просто физически не успеваю и не могу. Ссылочки вот на эти документы будут у меня под видео. Но как показывает практика, по-моему, YouTube их потихонечку у меня подчищает. Потому что также многие пишут, что документы не находятся, ошибку выдает или еще что-то. Но в ближайший день 2-3, то есть документы держатся. Если что, также пишите мне вот ВКонтакте. Больше я пока ничто не могу анализировать, только ВКонтакте. Ссылочка на мою страницу ВКонтакте также в описании под видео. И карточки Сбербанка и Киви также в описании под видео. Все, кто меня услышал, понял и готов помочь финансово, выражаю огромнейшую благодарность. И благодаря этому, естественно, я буду максимально время уделять для того, чтобы находить информацию, которая будет вам всем помогать. На этом желаю, как обычно, всех благ, друзья, благоразумия. И до скорой встречи.